Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 октября. Память преподобного Никиты Исповедника. Исповедниками назывались в древней христианской церкви те лица, которые во время гонения на христианство открыто обнили себя христианами и, претерпев мучения, были пощаженными мучителями и остались живых. Такие лица пользуются особенным уважением в христианском обществе. Так и было им предоставлено право воссоединения с церковью падших. Святой Никита родился в Пафлагоне от благочестивых родителей. Он был дальним родственником императрицы Феодоры, жены императора Феофила и Коноборца. После обучения, в 17 лет от роду, Никита пришел в Константинополь. В то время императорский престол занимала супруга умершего императора Льва IV Ирина за малолетством своего сына Константина. Принятый на царскую службу, Никита в скором времени возвысился, возведен был в патрицианское достоинство и сделан смотрителем над всем царским дворцом, а потом поставлен начальником войск в Сицилии. Достигнув высокого положения, Никита осознал всю нищету и суетность мирских званий и благ и возымел благочестивое желание принять иноческий постриг. Но император Никифор и сын его Ставракий, Ихаил старствовал с 811 по 713 год, ценя заслуги Никиты государству, не хотели отставить его от занимаемой им должности и отпустить его в монастырь, когда же после них вступил на царство Михаил Рангав. Никита выпросил у него дозволение оставить свою службу и подстрижься в монашество. Подстрижение святого Никита в монашество полагает около 813 года, в это время ему было уже 50 лет от роду. Однако ему не позволено было при этом удалиться из столицы, но император велел дать ему помещение в Золотых Воротах, в так называемой Хрисоникии, где он должен был находиться постоянно. В этой обители святой Никита оставался безвыходно до царства императора иконоборца два армянина. Когда же святой Никита увидел поругание, каким подвергались святые иконы от этого беззаконного царя, то оставил Константинополь и вступил в число низшей братья одного подгородного монастыря и там проводил время в посте и трудах. Между тем иконоборцы, проведав, что у него есть икона спасителя, которую он приобрел из Рима, донесли о том императору. К Никите постны были чиновники, которые с угрозами вынуждали его выдать эту икону. Но так как святой Никита решительно отказался выдать ее, то постны разыскали одного инока, который указал, где находится та святая икона. Тогда они вошли в церковь и, взяв святую икону, всячески надругались над ней. Кощунство это привело святого Никиту в великую скорбь. В недовольство всем царские посланцы, уходя из обители, запретили ему выходить оттуда под каким-то ни было предлогом. Впоследствии, когда на царский престол вступил другой иконоборческий государь Феофил в 829 году, к преподобному посту был один царедворец по имени Феодосий, который при всех собравшихся под угрозой изгнания требовал от него признания иконоборческого патриарха Антония. Иконоборец Антоний I был патриархом в 821-832 годы и отвержение иконопочитания. Но святой на это сказал, «Не перестану никогда поклоняться иконе Христа и Бога моего, а Антоний назову не патриархом, но прелюбодеем и преступником. Ты же делай, что хочешь». За этот мужественный подвиг веры святой Никита был тотчас же изгнан из обители. Воздав благодарение Богу и взяв с собой троих из братьев, он отправился в другую обитель, где провел великий пост и время до Пятидесятницы, а затем оставил и сию обитель. После многих скитаний и невзгод он поселился наконец в одном приморском монастыре, где и окончил свою жизнь на 76-м году от рождения, около 838-го года. Как при жизни, так и по смерти он совершил много чудес. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.